Всем привет! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и оставляйте ваши комментарии. Открытие новой площадки Дома-2 на Сейшельских островах прошло успешно. По этому поводу вчера в городских квартирах проходили съемки открытия Острова Любви. В гости приезжал Александр Буйнов. Теперь парни поляны круглосуточно завидуют тому, как резвятся холостяки на острове. Их не оторвать от экрана. Новые правила на Сейшелах. Каждую неделю ведущие будут знакомить зрителей с результатами голосования и выносить приговор, называть имя той, кто закончит борьбу за главный приз и станет служанкой острова. Жизнь на райском острове не обойдется без сюрпризов и заданий, которые будет давать прекрасным претенденткам великий Венцеслав Ингражановский. Для него на острове уготована особая роль. И, кстати, вот для чего, оказывается, перезагружали венчика. Девочки будут жить в бунгало, доставшихся им по наследству от старых участников. А холостяки поселятся вдвоем в доме, который специально отстроили. На вилле две спальни и гостиная. Есть просторная веранда. Лобное место, где участники будут обсуждать прошедший день, отсеивать кого-то. Здание оборудовали системой кондиционеров, чтобы можно было спрятаться от жары. Еще одно новое правило на Доме-2. Участников, которые будут нарушать правила телестройки, ведущие имеют право без суда и следствия направить в изолятор. Надежда Соколовская вернулась на поляну. Привезла кучу информации и доказательств о том, как Богдан отдыхал в Саранске. Бобрик и Настя окончательно расстались. Но они продолжают друг друга задевать и оскорблять. А ночью Александра Харитонова и Богдан уехали куда-то вместе. В итоге Бобрик доигрался. Посадили его на двое суток в изолятор за флирт с другими женщинами. Ну и первую ночь в изоляторе парень провел с Сашей Харитоновой. Настя Волонец просто в шоке от поступков своего бывшего парня. Ольга Жемчугова продолжает украшать свое тело татуировками. Девушка призналась, что это мания и она уже не может остановиться. Илья Кротков активно присматривается к одиноким девушкам поляны. На днях на поляне состоялся внеплановый приход. Новенькая Катя пришла отбить Диму Дмитренко у Ольги Рапунцель. Оля была просто в ярости и грозилась порвать всех на маленькие кусочки. Семен Фролов утверждает, что Диме понравилась новенькая Катя. И более того, Дмитренко провел с ней ночь. По словам Фролова, Дима сбежал от Рапунцель, пока она спала. А буквально недавно стало известно, что новенькая Катерина попалась под горячую руку Рапунцель. Девушка пришла в комнату Оли и Димы с раскладушкой и чемоданом вещей, заявив, что остается там жить. Дмитренко попытался уладить конфликт без драк, аккуратно вынес раскладушку из их комнаты. Но тут в дело вмешалась Оля и накинулась на новенькую участницу. Спасибо за просмотр! Переходите на другие интересные видео на моем канале и обязательно подписывайтесь!